В праздник похвалы Пресвятой Богородицы, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавил литургию в храме в честь иконы Божьей Матери Умиления. Особенностью торжества стали две хератонии, совершенные владыкой. Иларион Ким осознанно пришел в православный храм уже зрелым человеком. До этого судьба его складывалась, как у обычных людей. Служба в армии, потом долгое время работа в полиции. После увольнения Иларион занимался сельским хозяйством. И только в возрасте 40 лет он осознал себя православным христианином. Тогда, 15 лет назад, Иларион и не думал о том, чтобы стать священником. Решение принял после очередной паломнической поездки. Он поступил в Донскую духовную семинарию. Через год Иларион получит диплом, а уже сегодня его рукоположили в пресвитеры. 150 лет тому назад корейцы, они были все православные. А сейчас я вижу все обратную ситуацию. Потому что все они ушли, они получают крещение православной церкви, а потом уходят почему-то в протестантскую. Ну вот, может быть, это и подстолкнуло, что надо его опять ввернуть в лоно, именно в русской православной церкви. Таинство Хиротони для отца Илариона – одно из самых значительных событий в жизни. Во время обряда через святительское рукоположение на правильно избранного не сходит Святой Дух. Хиротония дает человеку Божию благодать. Рукоположение как бы сообщает власти силу Создателя. Без него не могло бы существовать ничто, что существует. Он сам приходил на землю, чтобы и нас возвести к жизни блаженной. Избранный трижды обходит вокруг престола, целуя его углы. Затем встает перед престолом на колени и кладет на него свою голову. Архипастры возлагают на голову будущего пресвитера амафор и свои руки. Символически это означает возглашение рук Христа. Читается особая молитва. Завершается таинством вручения новопредставленному священнику атрибутов пресвитерского священнослужения. Во время праздничной литургии в храме в честь иконы Божьей Матери Умиления митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий рукоположил в сан пресвитера дьякона Илариона Кима, а в сан дьякона Дионисия Саковича. Бог дает нам силы, дает нам крепость, дает нам разумение. Мы становимся другими и нахренами. Мы просим обновление у Бога каждой другим. И через это Бог нас обновляет тоже. Задача новопредставленных священников – служить Богу и людям. Примером своей праведной жизни – вести к Господу прихожан. Сергей Шалагин, Валерия Скоробогатова, Андрей Мазиков. Телестудия «Дон православный».